Здравствуйте! Сегодня мы с вами нарисуем котика с помощью кофе. Быстро наметив рисунок, мы сразу покрываем голову кота. Даем легкий первый тон. Затем мы прорабатываем шарф. Ну не просто прорабатываем, мы показываем сразу где свет идти. Также мы будем прорабатывать уже все остальные части. Мы должны показать с вами детей. А потом светлые места немного затонировать. Для чего? Для того, чтобы подчинить одному тону, чтобы наш рисунок казался цельным. Это будет целая картина. И вот мы дошли до туловища. Показываем опять же тени, где будут ноги. И будем затонировать. Даже хвост мы не оставим. Добавили тень голове небольшую. Также сейчас проработаем носик и глазки, ушки. И тем самым мы идем от обобщения к детализации. Что очень важно в картинках на самом деле. Поэтому мы возвращаемся уже опять к туловищу и ногам. И стараемся их тоже немного проработать. То есть мы не можем работать с одного угла к другому. Нет, мы должны немного поработав, довести все остальные части до такого же уровня. И так потихоньку картина наша вырастает до полноценного произведения. Вот мы уже дорабатываем небольшие усы, лестницы. И подчиняем все одному тонну. Не должно ничего не выпирать. И не выходить вперед. Поэтому мы все сглаживаем. Также мы добавим для пространства и мира ощущения немного фона. Вообще это на самом деле лучше делать в начале. Но сделаем сейчас ничего в этом случае, что его нет. Поэтому мы легким тоном кофе набираем и показываем тень под кошкой. И сзади, где нравится, легкий-легкий тон намечаем. Большое спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставим, конечно, лайки. Оставляем свое мнение, что же вы хотите, чтобы еще изобразил, рассказал как и почему. И также делимся видео с друзьями. Всего вам доброго. Благ вам. Субтитры сделал DimaTorzok